Я много лет провел на пятидесятнических и харизматических сценах. Я изучал личности и дела Духа Святого, дары Духа, крещения Духом, силу имени Иисуса, силу Его Крови. Я верю в чудеса, исцеление, освобождение, силу благословения и проклятий. Я участвую в духовной жизни. Я хочу жить сверхъестественной жизнью. Но мы должны понять, что нельзя жить неправедно и ожидать того, что вы будете ходить в свободе и благословении Божьих. Вы понимаете? Здравствуйте, с вами пастор Алун. Для меня настоящее привилегие быть сегодня с вами, стоять вместе в это время за Иисусом. Это не просто упражнение или курс «Мы тело Христово», которое занимает свое место на земле и в нашей стране. Спасибо, что уделили время мне. Этот вопрос тревожит меня и мою команду. На этой неделе мы будем говорить об оружии воинствования нашего. Мы разберемся с тем оружием, которое Бог вложил в наши руки. Он дал нам задание, которое нужно понимать в контексте конфликта. Это не просто курс или семинар. Нас послали на передовую, и мы должны знать, какое оружие у нас есть. Эта сессия уникальна для нас. Мы проводим некоторые служения на улице. Это самый безопасный способ собираться сейчас. На этой сессии в наши планы вмешалась погода. Мы не можем проводить служения на улице, когда есть молния. У нас есть своя погодная станция, которая наблюдает за этим. Когда я собирался начать, мне сказали, что вероятность дождя составляет всего 20%, и что через две минуты дождь перестанет моросить. Но, как вы увидите, со временем дождь лишь только усилился. В итоге я полностью промок, но чудо состояло в том, что там были тысячи людей, и никто не ушел. Мы молились стихами из Исаии и Осии о том, чтобы Бог изливал праведность над нами. И вот в субботу мы увидели дождь. Я верю, что это был предвестник дождя праведности, который и зальется на всю страну. Этот выпуск содержит послание, молитву и задачу для нас. Бог движется на земле, и я рад, что участвую в этом. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Сегодняшняя тема называется «Оружие воинствования нашего». Второе послание Коринфянам 10, глава 3 и 4 стихи. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердонь. Оружие воинствования нашего». Это стих из Нового, а не из Ветхого Завета. И он связан не с телесным, а с духовным конфликтом. Тут говорится о том, что у нас есть оружие для духовного конфликта, который обладает божественной силой. Нам стоит узнать больше об этом. Многие христиане редко думают о духовной войне. Это не та тема, которую мы любим обсуждать. На самом деле, эта тема может показаться кому-то неуместной, и он просто предпочтет отбросить эти идеи, назвав их чрезмерными. Когда мы говорим о нетипичном оружии или духовных вещах, вам не нужно отключать мозг, мудрость или здравый смысл. Дух Божий не боится вашего невероятного интеллекта. Уверен, вы рады тому, что сидите под дождем, слушая такую мудрость, но это важный момент. Часто мы уделяем мало внимания духовным вещам, потому что нам кажется, что нам нужно оставить мозг у входа. Но на самом деле все наоборот. Я понял, что для того, чтобы слушать Господа и следовать за Духом Божиим, необходимы все те способности, что Бог дал мне. Психические, эмоциональные, телесные. Я должен полностью сконцентрироваться, чтобы увидеть то лучшее, что Бог приготовил для меня. И обычное оружие является частью нашего пути. Вам нужна вся ваша мудрость, чтобы защитить себя и своих родных. Я не выступаю за насилие, но вам не нужно отменять свою страховку и говорить, что вы полагаетесь на Бог. Вам не нужно оставлять свой мозг. Вам стоит использовать всю мудрость, какую Бог дал вам. Но кроме этой мудрости нам нужна и помощь Божия. Типичное оружие в свободном обществе — это не только пистолеты и автоматы. Я благодарен за вторую поправку, но оружие — это не только пистолеты. Обучение наших детей — это оружие, которое формирует наше будущее. И мне кажется, что в этом мы отвлеклись. Настало время, чтобы наши дети в школе укоренились в истине Слова Божьего. Свобода вероисповедания. Это не свобода от вероисповедания. Нас немного отвлекли. Наши колледжи должны быть местом для свободного обмена идеями. Всеми идеями. Обучение наших детей — это оружие, которое определяет наше будущее. Истина — это сильное оружие. Власть закона, которая равноценна для каждого, — это сильное оружие. Свободная пресса, которая занимается журналистикой, а не скрытой пропагандой, — это мощное оружие против тирании. Нам это нужно. Нужна Конституция, которая защищает право на ношение оружия, свободу прессы и вероисповедания. Конституция не просто гарантирует нам свободу поклонения. Она не просто гарантирует нам право на здание. Она дает нам привилегию поклонения Богу и поисков Бога. Так, как мы видим это. Сегодня это право пытаются притеснить. Нетипичное оружие также обсуждается в Писании. Во 2-м послании к Коринфянам, 6-й главе, начиная с 4-го стиха. «Но во всем являем себя как служители Божии. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Я уверен, что не растаю. Этот список интригует меня очень. Аллилуйя! Некоторые вещи в нем пугают. Терпение, бедствие, нужды, под ударами, в темницах. Но в том же списке находятся такие вещи, как бессонная ночь, чистота, понимание, терпение, доброта. Вы когда-нибудь представляли, чтобы терпение и доброта требовали такой же личной решимости, что и трудности, бедствия и заключения. Эти вещи не даются нам легко. Не смотрите на людей, которые сделали выбор в пользу чистоты, благочестия и святости, и не думайте, что им легче, что они переживают меньше искушений, чем вы. Это не так. Один из плодов Духа — это самодисциплина, и все мы нуждаемся в этом. А далее говорится «в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. С оружием правды или праведности в правой и левой руке. Если мы хотим быть победоносными в это время, листья еще не упали, и мы не перешли от лета к осени в обычном плане, но в духовном плане сезон изменился. Я не знаю, каким будет календарь в 20-м, но все не будет таким же, как и в 19-м году. Ведь в 19-м вы не остались бы под дождем на церковное служение. Мы стали отчаяннее, чем год назад. А если вы смотрите прямую трансляцию, думаете, что обхитрили нас, вы ошибаетесь. Мы еще долго будем рассказывать эту историю. Оружие праведности в правой и левой руке. Единственное, что может остановить нас, это если мои записи размокнут, и я не смогу ничего прочитать. Оружие — это сдерживающий фактор. Если вы владеете оружием, а также желанием и способностью использовать его, это открывает путь к переговорам. Быть без оружия — значит быть безоружен. Это уязвимое положение. Мы предпочитаем, чтобы у нас было правильное оружие для нужной ситуации. Это значит, что как последователи Христа мы должны стать изощреннее в выборе доступного духовного оружия. Все мы слышали истории о фермерах и других людях, которые воевали не с тем оружием. Фермеры защищали свои дома вилами или лопатами. Возможно, вы видели людей, которые бросали камни в танки. Многие видели это. В последнее время мы часто видим, как толпа бросает камни в полицейских. А этим полицейским приказывают не защищать себя или города, которые они клялись защищать. Но если вы внимательно посмотрите на те кадры, то увидите, что офицеры не могут использовать оружие против разбушевавшейся толпы. Важно знать то оружие, которое Бог дал нам, и понимать, как им пользоваться. Мы, как христиане, часто не знаем, какое оружие нам доступно. Мне кажется, что иногда мы даже гордимся тем фактом, что не хотим воспользоваться им. Мы читали притчи, и я поделюсь с вами оружием, о котором говорится в книге притчи. Мы читали эту книгу в последние недели. Первое место записано в притчах 3 главе 7 стихе. «Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся, Господа, и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Страх Господень — это первое оружие. Уважение, почтение к Богу. Господь изменил все планы на этот год, что были у меня, но ничего. Его планы лучше моих планов. Мне не говорят уходить, значит, все хорошо. Я говорил о нетипичном оружии. Я назову вам главные примеры. Один из них — это страх Господень. Я буду делиться с вами местами Писания в другом формате. Аллилуйя. Книга притчи говорит нам, что страх Господень дает 7 плодов. Первое — он приносит здоровье вашему телу. Второе — он продлевает вашу жизнь. Далее третье — он дает вам мудрость. Четвертое — он дает довольство в вашу жизнь. Это намного важнее — богатство, власти или славы. Страх Господень дает вам довольство. Он даст вам ресурсы, в которых вы нуждаетесь. Он даст вам жизнь и честь. Это удивительная вещь. Воспитывайте в себе страх Господень. Развивайте его в своей жизни. Второе оружие мы не считаем оружием. Примите решение. Почитать Господа своим выбором, своими словами и действиями. Притчи 3 глава 9 стих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Если мы будем почитать Господа теми ресурсами, что он доверил нам, вопрос не в том, сколько у нас есть. Как бы мало или много у нас ни было, если вы будете почитать Господа тем, что он доверил вам, вы обеспечите себе светлое будущее. Это не проповедник пытается отделить вас от чего-то. Это принцип Писания. Мы так мало знаем об оружии, которое Бог нам дал, потому что поверхностно относились к Писанию. Мы считали, что это какой-то поэтический язык. Но если мы будем почитать Господа своими ресурсами, Бог обезопасит наше будущее. Это не означает, что вас не будут ожидать трудности или непростые времена, но посреди всего этого Бог даст избавление. Причи говорят, Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Давайте поддержим облака, которые кропят росой. Мне сказали не одевать футболку, на которой видны следы от воды, но о таком меня не предупреждали. Это удивительный стих. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны. Я люблю учиться. Если бы Бог разрешил мне, я бы стал профессиональным учеником. Это удивительное место. Богу не нужна была подводная лодка, чтобы исследовать глубины океанов. Бог знает все о самых глубоких местах океанов. Богу не нужен телескоп Хаббл, чтобы видеть звезды. Он расставил их по местам и знает их по именам. Бог достоин почтения, славы, благодарения и хвалы. Мы стыдились или не хотели говорить, что Он творец, и что ничто не скрыто от Него, и не является слишком трудным для Него. Мы должны покаяться. Если в вашей жизни было время, когда вы не признавали Иисуса или стыдились своей веры, то скажите Господу, что сожалеете об этом. Я хочу почитать Его, куда бы я ни шел, на всяком месте. Я хочу идти как посланник царя царей и Господа Господ. Если моему Господу там не рады, туда я не хочу идти. Я хочу жить в полноте, воздавая честь тому, кто создал небо и землю. Аминь. Это оружие. Оно защитит вас от нападок врага. Также в послании к филиппицам, второй главе сказано, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими». Это важная задача, которую нужно внести в ваше будущее. Пятая глава притчей говорит, «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези Его. Беззаконного уловляют собственные беззакония Его, и в узах греха Своего Он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия Своего теряется. Бог исследует все наши пути». Это не что-то, что Он написал нечистивцам. Эти слова обращены к Его народу. Он предупреждает нас относительно альтернатив. Он говорит, что мы можем попасть в ловушку без законных поступков уз греха. Я много лет провел на пятидесятнических и их харизматических аренах. Я изучал личность и дела Духа Святого, дары Духа, крещение Духом, силу имени Иисуса, силу Его крови. Я верю в чудеса, исцеление, освобождение, силу благословения и проклятий. Я участвую в духовной жизни. Я хочу жить сверхъестественной жизнью. Но мы должны понять, что нельзя жить неправедно и ожидать того, что вы будете ходить в свободе и благословениях Божьих. Слишком легко запутаться в феномене Духа и жизни, вводимой Духом. На греческом Дух это пневма. Но не стоит путать пневматологию, науку о Духах, с феноменологией и поиском новейших феноменов. Мы должны дать место Духу Божьему в нашей жизни. Как нам пользоваться этим оружием? Я расскажу вам это за пять минут. Я начну с простейшего принципа. Ваши слова обладают духовной властью. Притча 18 глава, 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. В первой главе бытия Бог сказал, «Да будет свет!» И явился свет. Затем Бог сказал, «Пусть появится суша, и суша появилась». В первых стихах Библии мы видим власть слова. Когда Иисус пришел, то начал изгонять бесов словами. В первой главе Марка Иисус встречается с бесноватым. Он обращается к Духу, а тот отвечает ему, «Я знаю, кто ты. Господи, пусть праведность и зальется на нас дождем. Пусть не только осадки, но и Твоя праведность придет к нам сегодня. Она ценнее всего остального». Господь, нам нужна Твоя праведность. Мы были упрямы и эгоистичны, безбожны и аморальны. Мы были слишком заняты собой. Мы взяли шаббат и превратили его в день для игр. Господи, прости нас. Мы отдаем сегодня себя Тебе, потому что понимаем, что нуждаемся в очищении. Господи, нам нужно не просто телесное омовение. Мы нуждаемся в омовении изнутри. Мы приносим эту жертву и отдаем свои сердца Тебе сегодня. Мы поворачиваемся к Тебе лицом. Становимся на колени перед Тобою. Мы признаем Тебя судьей над всей этой землей. Господи, мы относились к Твоему Слову слишком поверхностно, как и к Твоей церкви, и привилегии собираться для поклонения. Мы считали это своим правом. Мы не понимали, что это был дар от Себя. Господи, и как этот дождь, пусть милость и праведность сойдут на нас вновь. Господи, Ты создал эту страну. Это невероятная история. Мы выжили, несмотря ни на что. И вновь расклад был против нас. Но мы выжили. Я верю, что мы снова увидим Твое избавление. История нашей страны связана с пробуждениями. Я молюсь, чтобы в 20-м году началось пробуждение, которое изменит судьбу этой страны, траекторию людей на земле. Мы благодарим Тебя за величайший урожай душ, какой мы только видели. Мы прославляем Тебя за это. Воздаем Тебе честь и хвалу, и поклоняемся Тебе, наш Отец. Мы благодарим Тебя за то, что стоим в Твоей силе. Мы Твоя паства. От Твоего взора ничего не скрыто. Он слышал все, о чем мы шептались в полноте. Пусть истина звучит на улице. Пусть истина звучит в общественных местах. Пусть звучит истина о вирусе, о том, что направит нашу страну на путь жизни. Мы славим Тебя за это. Мы воздаем Тебе честь и хвалу сегодня. Мы приветствуем Тебя здесь. Уверен, у многих из вас есть серьезные нужды. Вы сталкиваетесь с серьезными вызовами. Я молюсь, чтобы исцеление сошло на вас, как дождь. Бог даст жизнь нашему телу и мир разуму. Кто-то из вас нуждается в очищении. Мы скрывали свою тьму, свой бунт, свое нечестие. Господи, омой нас духом Своим. Я благодарю Тебя за то, что через кровь Иисуса мы были искуплены из рук дьявола. Я славлю Тебя за это. Пусть все, что выступало против Твоих целей, в нашей жизни будет смыто. Пусть исчезнут преграды, падут стены. Мы славим Тебя за это, воздаем Тебе честь, хвалу и благодарение. Мы благословляем Твое имя. Мы благословляем Твое имя сегодня. Направь нас на пути. Помоги нам не соскользнуть с пути. Укрепи нас, и мы будем стоять твердо. Встреться с нами на пути. Господи, пусть тот, кто вырыл яму или расставил сеть против нас, сам попадет в эту сеть и упадет в эту яму. Мы славим Тебя за это. Мы воздаем Тебе славу, честь, хвалу и благодарение. Да будет благословенно имя Господа. Мы поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за нашу свободу, наше избавление, исцеление, прощение. Мы славим Тебя за это. Наша вера не базируется на комфорте или легкости. Мы благодарим Тебя за то, что она базируется на решении почитать Иисуса из Назарета, как Господа, Христа и Царя. Мы славим Тебя за то, что Ты поднимаешь Свою Церковь, как никогда ранее. Люди из всех сфер жизни приходят, чтобы покаяться в своих грехах, оставить нечестие и аморальность. Они падают на колени и каются со слезами. Мы славим Тебя за это, наш Господь. Мы увидим очищение Духа Божьего. Мы благословляем Твое имя. Мы поклоняемся Тебе сегодня. Слава Богу о Вышних. Слава Богу о Вышних. Аллилуйя. Слава Богу о Вышних. Мы не отчаялись. Мы не устали, делая добро. Мы не устали. Мы не вернемся назад и не отойдем. Мы приняли Царя Царей и Господа Господь. И мы закончим тот путь, который Он создал для нас. Мы смотрим на Иисуса, и мы будем и дальше смотреть на крест и на то, что Он сделал для нас. Мы славим Тебя за это. Мы славим Тебя, наш Небесный Отец. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою благость и милость, наш драгоценный Господь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Приветствую, я пастор Аллен. Мы живем во времена невероятных перемен. Я считаю, что это величайшая угроза для стабильности нашей страны. Она возникала неожиданно и в том виде, который мы не поняли. Мы до сих пор пытаемся понять, что делать с этим. Все это привело ко множеству последствий, одним из которых стала лавина тревоги и страха. И это актуально как для тела Христова, так и для неверующих. У нас есть ресурс, который может помочь вам. Я провел исследования и изложил их в книге о свободе от тревог. Если вы не верите в Бога, то некоторые вещи принесут вам тревогу. Но Иисус сказал, что мы можем возложить все свои тревоги на Него, потому что Он печется о нас. Мы не обязаны жить в оковах страха, тревоги и смятения. Если вы прочитаете эту книгу и позволите Духу Божьему помочь вам применить ее в своей жизни, она освободит вас от тревог. Надеюсь, она вам понравится. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Алана «Свобода» от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Вы можете выбрать опцию «Стать ежемесячным партнером служения». Благодарим за вашу поддержку. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служения. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин